Доброе утро, друзья! Глория! Много слов, можно очень легко понимать. Как вы уже все знаете, что нам Бог дал возможность съездить в Мексику. И я просто хочу немножко поделиться, что Бог делал. Когда мы ехали, вот мы три месяца, как бы сказать, нашей группой молились, чтобы Бог дал нам возможность служить Ему. И Бог такую возможность нам дал. И даже когда Он нам дал ее, я, знаете, имел doubts. Ну, я думал, ну, может быть, это не так нужно, может, это не так важно нам куда-то ехать, что-то делать. Может, в этом нет особого Божьего плана. И я, как человек, я думал, ну, поедем, присоединимся к какой-то группе, посмотрю там, просто побуду рядом, увижу, как там все. Но все получилось совсем не так, как я думал. И оказывается, нас давно там ждали. А нас давно там молятся, и нас нуждаются. И так получилось, что я думал, где-то сзади буду стоять. Меня почему-то пихнули наперед и говорят, иди проповедуй, иди молись, иди там пой. Для меня это был шок, что Бог, оказывается, нас там давно ждет. Это было очень приятно ощущать, очень сильно было приятно ощущать присутствие Божье. Находиться пять дней в помазании, просто в силе Божьей, видеть его чудеса, видеть, как люди каются, видеть, как они принимают искренне Иисуса Христа, как они нуждаются во Христе. Видя их не нужить, что они просто без него не могут жить там. И вы знаете, просто я не могу, у меня не хватает слов. Мы подготовили видео где-то, сократили его очень сильно. У нас на пару часов есть документов, как мы там были, что мы делали. Я просто хочу сказать, что я очень рад, что я там был. Я очень рад видеть Божью силу, Божье помазание. И просто я удивлен, что у меня появилось столько друзей. Мне тут пасторы всякие печатают день и ночь по-мексикански. И я уже просто как-то не знаю, что мне делать. И приходится учить этот язык. Придется, наверное, ехать по всей Южной Америке, не знаю куда. Но я вижу, что Божий план есть в этом. И Бог очень хочет, чтобы мы ехали, проповедовали Евангелие. И я вам скажу, любой из нас, если бы там оказался, всем бы нашлось бы труд. К вам бы обязательно подошел какой-то ребенок, попросил бы что-то. К вам бы обязательно кто-то что-то обратился. И вы бы не остались равнодушными. Я каждому из вас желаю хоть раз съездить, побыть. И вы просто сами все поймете. Но с Божьей помощью сейчас мы просто что-то покажем. И я еще пару слов хочу сказать, что, знаете, въезжая даже в Мексику, я был с первый день большой шок. Я не думал, что так все плохо. Я не думал, что так люди живут. Я просто, я ходил первый день, я не мог, я не знал, что мне говорить. Я не знал, с чего начать. Я просто был в шоке. Но потом шок начал медленно проходить, когда ты понимаешь. Мне понравилось, что я забыл свою семью, забыл Америку, забыл все мои проблемы здесь. И я понял, что мне надо все приложить, все усилия, чтобы как-то этим людям помочь. И у меня поменялся мир. Я как бы окунулся в совсем другую атмосферу. Если бы я поехал куда-то в Викейшн, я бы все равно помнил, что у меня там дома, дела. Тут я просто окунулся в их проблемы и пытался хоть кого-то, хоть одного вытащить. Я хотел рассказать такую историю. Тут у меня много историй, но одна мне интересно, смешная такая. Вы знаете, уже в конце, последнее место мы пошли в церковь, в даунтауне, в центре города, небольшая церковь. И я после церкви вышел на улицу, смотрю, сидят через дорогу мужчина-женщина. Женщина такая, в преклонных годах, ее отец. И она мне говорит, парда спэниш, я говорю, но капренде. Она, говорю, не понимаю, короче, по-испански. Она говорит, о, спекин лишь, да. Я говорю, пришел к ней, начал говорить. Она мне по-английски говорит, у моего фадре, падре, но панталоне. Говорит, штанов нет у моего отца. Я такой смотрю на отца, 81 год, он был механиком всю жизнь. Такие штаны в мазуте, рубашка в мазуте. Такой человек сидит, видно, худой такой, видно, недоедает. И мы стали с ней общаться. Она говорит, вот, я тоже тут рядом, говорит, живу. Что нам делать? У нас много проблем. Ты можешь на моего панталоны, фадре, дать денег? Я дал 20 долларов. Она как закричала. Мне кажется, что никогда я в жизни никто не давал деньги. Она сразу спросила, как тебя зовут? Я говорю, Педро. Она, о, святой Педро. Там, на меня начала, там, благодарить, кричать. Говорит, что мне дальше делать? Я говорю, вот церковь, иди в церковь, там он тебя поможет. Она схватила своего отца, и они вдвоем побежали в ту церковь. С такой радостью. Она там кричала, там, благодарила Бога. Вы знаете, за 20 долларов я еще никогда не покупал два человека, которые просто побежали к Богу, побежали благодарить Бога. Я не могу передать эти чувства. Не могу передать чувства, когда мы просто ходили по домам, стучались подряд в дома и приглашали их на служение. Сказали, что у нас будет служение. Мне понравился первый вечер, как мы ходили. Там небольшая часть города такая, окраина. Мы ходили по домам и подряд всем стучались, говорили на ломаном там, как мы могли, что приглашаем, давали им брошюрки. Мы думали, ну кто придет? Вы знаете, если бы мы это сделали в Америке, я думаю, в Шаритоне, я не думаю, что кто-то пришел. И мы так надежды мало не было. И тут вдруг Бог ступился за нас, что вечером выключился свет. Везде выключился свет, и они не смогли. Это было воскресенье вечера, они не смогли смотреть свой там футбол, что они смотрят. И они все с детьми вышли. И там очень много детей у всех. Они все вышли в парк, в тот центральный парк, и все пришли. Меня шокировало, как много людей пришло. И вы знаете, мы начали их петь на их ином языке, славить Бога, на своему петь. Пришлось немножко засвидетельствовать, но сошло помазание Божье. Они все начали плакать. Они все начали каяться. Они все начали просто благодарить Бога. И включился свет. Все сказали, аллилуйя, слава Богу. На следующий день пришло восемь человек в церковь, в эту церковь, которые покаялись, приняли Иисуса Христа, пришли, приполнились к этой церкви. Вы знаете, просто видеть дела Божьи, это прекрасно. Я не могу, там было каждую минуту занято у нас. У нас не было времени кушать. У нас было такое очень все расписано. За четыре дня, что мы там находились, у нас не было свободного времени. Мы все время отдавали этим людям. Мы молились за этих наркоманов. Мне понравилось одно место. Мы пришли в один реабилитационный центр, человек 40 там находилось. И когда я стал свидетельствовать, меня удивили глаза людей, этих бывших наркоманов. Они загорелись. Они загорелись надеждой. Они загорелись. Я не знаю, почему они так меня воспринимали. Может быть, потому что я приехал с другого мира. Я им сказал, говорю, я сам не знаю, почему я оставил всю семью, свои дела. Приехал к вам. Я думаю, что это Бог делает. И вы знаете, я им так говорил, но не знаю, записали ли мы. Просто их иные глаза мне запомниться на всю жизнь. Они все упали на колени. Они все начали благодарить Бога. Я увидел, несколько людей просто так упали и не вставали. Они плакали, плакали и плакали. Дух Святой коснулся их. Мы молились, и потом мы вообще ушли оттуда. Они оставались там молиться, в той комнате. Дух Святой их там просто приковал к местам. Они все подняли руку, что они все хотят служить Богу. Я просто не переживал такой, не видел у людей столько нужды. Я просто не видел у людей столько надежды и желания освободиться от того, в чем они находились. Я не могу передать эти словами, но это были, наверное, лучшие дни моей жизни. Я желаю каждому из вас участвовать в миссионерских делах нашей церкви. Я верю, что Бог нас обильно благословит в этом. И то благословение, которое я не могу описать словами, я надеюсь, что каждый из нас может просто испытать. Сегодня я хотел бы немножко еще попроповедовать. У нас есть время. Я хотел бы такую же тему продолжить, как мой брат Василий Васильевич Второй. Если вы не знаете его, эти друзья, у них такая есть традиция, все Васи. У него был отец Василий, он второй Василий, у него есть третий Василий. Так что это Василий Васильевич Второй предо мной выступал. И он был очень благословен тем, что тема была его похожа на мою. И я тоже буду сегодня говорить о грехах, именно о грехе, как он входит в человека и что он делает. И я буду именно говорить о грехе тех людей, которые называются христиане, верующие. Я хочу просто поговорить, немножко напомнить о нам, как написано «Искусство обращения» работает. Дьявольское искусство обращения, как он старается помазанников Господних ввести в грех. И что тогда происходит. Вот сегодня у меня такая как бы мысль. Для этого я хочу обратиться просто в Старый Завет, это книга судей. Мы все знаем историю про этого помазанника, которого звали Самсон. И он, что на нем было помазание Божие, на нем была сила Божия. И что дьявол сделал с ним, и как это ему удалось. Я хочу прочитать в 14 главе, в начале написаны такие слова. «И пошел Самсон в Фамнафу и увидел в Фамнафе женщину из дочерей филистимских. Он пошел и объявил отцу своему и матери своей, сказал, «Я видел в Фамнафе женщину из дочерей филистимских. Возьмите ее мне в жены». Отец и мать его сказали ему, «Разве нет женщин между дочерями и братьев твоих? И во всем народе моем, что ты идешь взять жену у филистимных необрезанных?» И сказал Самсон отцу своему, «Ее возьмите мне, потому что она мне понравилась». Вот я хотел бы, смотрите, какая происходит вещь. Он помазанник Божий, на нем сила, на нем будущее. Бог избрал его воевать с этими людьми. Но он нарушает заповедь. Он знал, что израильтянам нельзя было жениться на этих филистимных, на других народах. Моисей заповедовал это, чтобы не брать в жены, самому не жениться, чтобы не было этого. Но он нарушает, он думает, что он особенный, он думает, что ему все возможно, так как на нем помазание, так как на нем есть сила Божья, то он имеет право то, что ему нравится. Он сказал, «Она мне понравилась». Вы знаете, многие христиане сегодня, мы сегодня живем в таком мире, что мы считаем, если нам что-то нравится, нам нравится, допустим, дорогой дом, нам нравится, может быть, на видео выходить, на компьютере смотреть какие-то вещи, которые Бог нам запретил. Но нам это нравится. И сегодня, если даже бывают в обществе какие-то принятые христиане, на христианина смотрят, ага, он вот так себя ведет, он себе позволяет то смотреть, он себе позволяет то слушать, и ему это нравится, ему нравится, он смотрит. И сейчас сегодня, я смотрю, великое падение между христиан, потому что многим что-то нравится, и они делают то, что им нравится, и они как бы оправдывают себя, но мне нравится. И они не чувствуют как бы большой совесть, чтобы у них судило, потому что они говорят, вот смотри, там другие то делают, третий то, я по сравнению с другими намного лучше. И так христиане живут. Примерно он так себя и повел. И что из этого произошло? Вот я хочу просто как бы сокращать, чтобы много не читать, что дьявол обязательно, когда человек Божий, христианин, он заходит на территорию дьявола, он делает то, что ему как бы нравится, дьявол обязательно посмеется над ним, он обязательно поиздевается над ним. Тут так произошло, что была потом свадьба, что 7 дней его, как было, целых 7 дней свадьба, и этих 7 дней его будущая жена, она плакала, написано, она плакала перед ним 7 дней, и просила ему разгадку, он сделал такую загадку, сам же сделал загадку, хотел этих людей, филистимлян, смеяться над ними, но получилось все наоборот, эта загадка еще послужила хуже для него, и эта будущая жена, она как бы все делала, чтобы выманить его, выпросить, войти в его сердце, и он как бы влюблившись в нее, он на 7 день не сдержался и сказал ей разгадку, и получилось очень плохо, ему пришлось выкупаляться и все, и потом отдали его же невесту, отдали его лучшему другу. Представьте сегодня такую картину, какой-то ваш друг идет, товарищ едет куда-то на свадьбу, и ты знаешь, что у него свадьба, и он говорит, у меня будет 7 дней свадьба, мы, конечно, будем радоваться, ничего себе, 7 дней, ну, пусть тебя Бог благословит. Потом он приезжает, мы все начинаем спрашивать, ну, как там свадьба, как там все было, так, говорит, мой лучший друг забрал мою жену. Все бы смеялись над ним, все бы сказали, ничего себе, какой смешной. Знаете, в наше время, наверное, бы взяли видео, засняли бы это все, продали там на YouTube, сказали, вот такое совершилось. Человек взял себе жены, 7 дней свадьбу играл, и оказалось, дружок забрал его, пусть говорят, такая есть программа, то сейчас бы вышло туда, все бы смотрели, все бы смеялись. Так получилось с Самсоном, все смеялись над ним. Дьявол смеялся над ним, потому что он на его территорию зашел. Ну, вы знаете, Самсон, он однажды попавшись, как бы, в такое вот, то, что ему нравится, у него это дальше и продолжалось. Прошло время, и написана вторая история, то же самое, то же самое, написаны такие слова в 16 главе. «После того полюбил он одну женщину», 4 стишок, 16 глава, «После того полюбил он одну женщину, живущую на долине Сарек, имя ей Далида, к ней пришли владелицы филистимские и сказали ей, уговори его и выведай в чем великая сила его, и как нам одолеть его, чтобы связать его, усмирить его, а мы дадим тебе зато каждые 1100 стиклей серебра». Смотрите, какая же опять проблема. Он опять влюбляется в Далиду эту, она не еврейка, и он опять делает то же самое, потому что со временем дьявол, он имеет такое, как бы он не бьет тебя сразу, как танк наезжает, он пробил где-то небольшую дырочку в тебе, во мне, какую-то слабость небольшую, и со временем он опять той же самой дорогой заходит, он опять говорит, тебе же нравится, может тебе нравится там выходить на какой-то не тот сайт, знаешь, тебе же нравится, ты же, тебе же, ты, может, опять борешься с этим, ты пытаешься это восстановить, но со временем ты опять то же самое начинаешь делать. И что потом происходит? Дьявол пытается сделать так, чтобы тебя одолеть, так же самое, как со мной, но чтобы усмирить тебя, чтобы связать тебя, чтобы ты был, ходил в церковь, чтобы ты, как бы, на вид был нормальный, все, но ты был связан, чтобы ты был усмиренный, чтобы ни в коем случае Дух Божий тебя не побуждал делать дела Божьи, вдруг, чтобы ты был безопасен, чтобы ты не мог являть силой, чтобы в твоей жизни было просто название, христианин, ходи в церковь, даже, знаете, дьявол разрешит успех, как бы, денежный, твоя жизнь будет, как бы, нормально, все твои желания будут исполняться только одно, чтобы ты был связан, чтобы ты был опутан, чтобы твоя сила, благодать твоя была забрата. Написано, имеющий вид благочестия, силы суть отрекшейся, это, как бы, сатана цель, и он будет через этот грех пытаться войти дальше в твое сердце, пытается, если небольшой грех какой-то совершенный, он будет пытаться дальше и дальше. Вы знаете, в этой поездке я увидел, мы там постоянно молились, вот это все, что вы видели, может, чего не видели, там было много действий Божьих, там люди просто, знаете, сила Божья являлась по-разному, и почему? Потому что мы всегда молились, мы молились за этот город, мы молились на иных языках, мы ограждали, мы боролись, мы постоянно день и ночь противостояли сатане, и там Бог был в большом присутствии. Почему? Не только мы молились, вот эти 10 разных групп, с 10, как бы, штатов, все их иные родители молились, все церкви молились, и там мы были не одни, там была большая сила Божья, большое помазание, почему? Потому что было сплоченное, сплоченное в единстве, все хотели, чтобы Бог там был, и Он там был. И я увидел в своей жизни, написано, непрестанно молитесь, да, это так и есть, нужно постоянно молиться, мы там только выезжали, рядом утром молились, мы когда ехали, молились, благодарили Бога, когда Он действовал через нас, мы выезжали при входе, при выходе, постоянно молились, всегда ограждали себя и молитвой, и Бог был с нами. Но сегодня, знаете, среди христиан мы можем увидеть не всегда молитва, не всегда ограждение от твоей и моей семьи, не всегда, как бы, мы молимся, не всегда просим Бога благослови нас, не всегда просим Бога благословить нашу церковь, благословить наше служение, благословить нашу, наша здесь местность. Но если мы об этом не молимся, тогда сатана имеет право действовать, он имеет право на вот эту местность, он имеет право на эту церковь, имеет право на эту семью, и потом происходят странные вещи, и мы удивляемся, почему, были ли мы на страже, были ли мы на страже, чтобы дьявол не мог действовать, как бы, понимаете, охрана Божия снимается, если мы заходим на территорию дьявола и впадаем в какой-то небольшой грешок, и оттуда пытается дьявол забрать нашу силу, так же самое, как они пытались забрать у Самсона, и смотри, что произошло с Самсоном, так происходит иногда, к сожалению, с нами, с христианами, и как она словами своими тяготила его всякий день и мучила его, то душе его тяжело стало до смерти, это в 16 стишке, написано, что она тяготила его словами, ему стало плохо, каждый день она просила узнать эту тайну, почему, почему, и вы знаете, просто ему плохо стало жить, и грех так делает, вначале он кажется сладким грехом, знаете, сначала он, как бы, кажется, что нравится, но потом, так же самое, как с Самсоном, пришла тяжесть, пришла боль, грех всегда приносит тяжесть, человек понимает, что он обманутый, человек понимает, что он просто ошибся, и он уже понимал Самсон, но он ничего не мог сделать, она каждый день над ним издевалась, каждый день она его тяготила, ему было плохо его душе, аж до смерти, ему хотелось даже умереть, и смотрите, что он сделал, и он открыл ей все сердце свое, и сказал, бритва не касалась головы моей, ибо я на заре Божии, отщеба матери моей, если же остричь меня, то отступит от меня сила моя, и сделаю слаб, и буду, как прочие люди, дали до вида, что он открыл ей все сердце свое, послала и звала владельцам филистинских, сказав им, идите, теперь он открыл мне все сердце свое, иногда, знаете, христианин, он разрешает сатане войти в сердце, и тогда он остается бессилен, уходит всякое помазание, уходит всякая сила, и просто он, отдавши свое сердце, он филистинские вот эти власти, это духи злобы поднебесной, они приходят, и они вселяются в это сердце, и что они делают с этим человеком? Тут написаны такие слова, что сделало с ним? Это дальше я читаю в 3.21 стишке. Филистинлине взяли его, выкололи ему глаза, привели его в газу и оковали его двумя медными цепями, и он молол в доме узников. Смотрите, что происходит с человеком, они выкалывают ему глаза. Очень страшно, когда у христианина выколаны духовные глаза, он ничего не видит, и он тогда находится просто в порабощении, он его, все его жизнь, все его усилия, все его стремления, дьявол употребляет для себя, он может трудиться много, он работает много, но приходит день, он все теряет, он теряет все, его дьявол обкрадывает, и он просто работает на сатану, он полностью в кознях дьявола, он слепой, он ничего не видит. И что дальше происходит в том, когда человек становится слепой, когда может даже и церковь бывает слепая, может бывают и многие там понятия о Боге, слепота духовная, дьявол что делает? Он смеется. Смотрите дальше, так написаны слова в 21 стишке. И когда развеселилось сердце их, сказали, позвоните Самсона, пусть он позабавит нас. И призвали Сома из дома узников, и он забавлял их. Смотри, и поставили его между столбами. В общем, они, вот эти бесы, вот эта сатана, они теперь смеются, смеются над Домом Божьим, смеются над целыми церквями, смеются над нашими домами, над нашими семьями. Почему? Потому что какой-то момент кто-то из нас, он не бодрствовал, он где-то согрешил, и может до сих пор согрешает. И что? Сатана смеется. Смеется, потому что он видит, что мы слепы. Написано, они имеют глаза, но не видят. Сегодня могут быть некоторые христиане такие, как бы имеют глаза, но не видят. И дьявол просто смеется. О, просто смеется. И так же самое было с ним, с этим Самсоном. Он, имея помазание от Бога, он, имея повеление от Бога, чтобы он поражал этих филистинных, те филистинные над ними смеялись. Сегодня Бог нам дал тоже повеление. Говорит, идите, проповедуйте по всему народу. Идите, наступайте на всякую силу вражью. Написано, отвоевывайте то, что принадлежит мне. Но сегодня мы видим обратную картину. Многие христиан отступают, и дьявол смеется. Вот это тоже самое происходит. Это как бы духовная картина, описано, что произошло с Самсоном. Да не будет это с нами, дорогие друзья. Мы знаем, что Бог, Он силен. Даже если мы вступили на этот порочный путь, даже если мы полюбили что-то, что не наше, Бог силен нас вернуть, Бог силен нас восстановить. И сегодня вот просто это как бы напоминание к нам звучит, что не поздно никогда просто прийти в покаяние пред Богом, просто прийти в осознание своей жизни, что Бог тебе дал силу, дал власть, дал помазание, чтобы ты этим действовал, чтобы ты в этом пребывал, чтобы ты делал дело Божье, и чтобы сатана над тобой не смеялся. Давайте сейчас помолимся, придадим это все в руки Божьи, и чтобы Дух Божий нас просто коснулся нашего сердца, указал нам, где мы споткнулись, где мы полюбили то, что не Его, чтобы Бог нам помог вернуться в это помазание, в эту силу, и чтобы слава Его являлась на наших глазах, и мы видели Его руку. Слава Богу. Аминь.